Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рада вас сегодня видеть в нашем прямом эфире. Напомню, как меня зовут. Меня зовут Надежда. Для тех, кто со мной еще не знаком, я занимаюсь вином в компании Prime Reserve. И сегодня я выбрала для вас одну достаточно интересную, на мой взгляд, тему. Это сочетание сыра и вина. Вино – это, пожалуй, лучший напиток, в то время как сыр – лучшая еда. Так когда-то сказал Patience Gray. Очень многие сомелье считают, что сыр и вино – одна из наиболее удачных пар, в то время как ряд профессионалов индустрии, наоборот, склоняется к тому, что это продукты вовсе несочетаемы. На самом деле, то и другое не более чем миф. И точно такой же, как белое к рыбе, либо красное к мясу. Во всех трех случаях я люблю говорить одну мою самую любимую фразу – это «Sink outside the box», то есть выходите за рамки. Давайте разберемся на конкретных примерах и разберемся поподробнее с каждой сырной парой, с каждой категории. Вообще, для того, чтобы нам с вами как-то подробнее понять, по каким же принципам все-таки стоит подбирать венок сыру, следует начать с классификации сыров. Существует большое разнообразие классификаций сыров, однако, если их обобщать и систематизировать, то можно вывести какую-то единую. Я ее вижу следующим образом. Все начинается с свежих сыров. Я сегодня вам расскажу о шести основных категориях сыров, забегая вперед, но мы подробнее поговорим о трех, и я приведу конкретные примеры в рамках этих трех. Если будет желание с вашей стороны в конце эфира, у нас будет еще свободное время, то мы сможем, в принципе, с вами тогда подробнее поговорить ибо всех остальных. Не буду сейчас подробно расписывать, что же такое свежие сыры, чем они характеризуются, назову просто самые известные, которые, я убеждена, каждый из вас в этой жизни пробовал. Это маскарпоне, это фета, это рикотта, это халуми. Следующая категория сыров – это выдержанные свежие сыры. Некоторые эксперты эту категорию сыров считают продвинутой версией свежих сыров, некоторые выделяют отдельно козьи сыры. На самом деле и то, и другое абсолютно верно, поскольку по большей части основным сырьем для производства свежих выдержанных сыров является именно козье молоко. Тоже подробно сейчас о них останавливаться не будем и перейдем к другой, достаточно крупной, известной, широко распространенной на нашем рынке категории – это мягкие сыры с белой корочкой. Самыми известными мягкими сырами с белой корочкой, с корочкой, пожалуй, являются Бри, Демо и Камамбер де Нормандия. Думаю, многие из вас их пробовали. Вот сегодня у нас тоже представлен образец Бри от другого производителя, от Костелло, то есть это не французский образец. Что же характерно для этих сыров? Они покрываются тонкой корочкой с белой плесенью. Эта корочка как раз-таки сохраняет сыры от того, чтобы они тратили свою влагу. По этой причине они содержат и большой объем влаги, и они достаточно нежные. Со временем, по мере возревания, они становятся кремовыми. Для этих сыров характерен практически идентичный вид, что снаружи, что внутри. То есть чаще всего они бывают либо абсолютно бледными, белыми, если из козьего молока изготавливаются, либо свежежелтыми, если изготавливаются из коровьего молока. Что касается сырья для данных видов сыров? Это, как я уже сказала, козье молоко, это может быть овечье молоко, может быть коровье молоко, но очень часто это может быть даже и верблюжиное молоко, что интересно, либо буйволиное, то есть такая широкая категория. По мере вызревания сыра становится более насыщенным, более интенсивным аромат. Так у молодых сыров это скорее аромат каких-то молодых грибов, а у более взрослых, вызревших, это уже скорее будет аромат супа, крем-супа из лесных грибов. И какие-то легкие земляные оттенки появляются. Поэтому та категория, которая позволяет выбирать к ней достаточно широкую палитру вин. Скажите, а какие вина подойдут к сырам с белой корочкой? Смотрите, что касается сыров с белой корочкой, то тут очень может быть широкий диапазон. Первая пара, которая сразу вспоминается мне, это сочетание бри и шампанского. Объясню по каким принципам здесь строится сочетание. С одной стороны шампанское всегда отличается высокой кислотностью, а у бри жирность находится на среднем уровне, там 24-26%, но существуют такие виды белых сыров с белой корочкой, при производстве которых используются сливки. В таком случае жирность сыра повышается, она уже может составлять даже 75%. Для того, чтобы освежить вкусовые рецепторы, как раз-таки очень хорошо подойдет высоко кислотное вино, в данном случае шампанское. Второй пункт, по которому данные продукты сочетаются, это наличие большого количества вторичных ароматов, таких как тона хлебной корочки, какой-то хлебной крошки, либо круассанов. Они очень хорошо будут сочетаться с ореховой и сливочной составляющей данных сыров. Если вы не хотите сегодня пить шампанское, то вам прекрасно подойдет шардоне, особенно шардоне, выдержанное на осадке, либо шардоне, выдержанное в дубовой бочке. Особенно шардоне из каких-то южных регионов, с южным характером. Так во Франции, на юге Бургундии расположен такой известный регион, как Макане, и там есть два самых известных апелласьона, это Сен-Веран и Пуи-Фюсе. А в этих апелласьонах производят всегда моносортовое шардоне. В данном случае у нас Домен Дюмон Сен-Гильберт, апелласьон Сен-Веран. И это шардоне, которое было в течение шести месяцев выдержано на дрожжевом осадке. То есть здесь вот эти вот хлебные тона появляются, легкий сливочный тон, благодаря молочной ферментации вина. И в данном случае сливочные тона сыра будут очень хорошо сочетаться именно вот с этой вот кремовой и легкой сливочной составляющей вина, плюс те же хлебные корочки будут вторить ореховой составляющей сыров. Если вы, предположим, не хотите сегодня пить шардоне, другой альтернативой, похожей для вас, вполне может служить вианье. Опять-таки лучше выбирать тоже выдержанное в дубовых бочках. Они по стилистике будут шардоне выдержанным в дубе очень похожи. Из менее тривиальных пар можно обратить внимание на Гевюрстроминер, либо Пиноблан, либо Шененблан. Эти вина тоже подходящие. Если вы выбираете сегодня красное вино, удивлю тех, кто считает, что как раз-таки сыры с белой корочкой исключительно под шампанской, либо под белые вина. Красные пары тоже уместны. Это какое-то молодое фруктовое Кодзюрон, либо это будет красное Бордо на базе Мерло. Они будут уместны. Если вы выбираете крепленные вина, почему я вначале говорила, что палитра широкая, то для крепленных вин мы тоже можем подобрать пару. Это будут портфельные, которые произведены при доступе кислорода. То есть оксидативные – это все категории тони. Начиная от базового тони, далее тони резервный идет, и более взрослые версии, такие как Late Bottled Vintage, LBV сокращенно на этикетках написано, либо тони 10, 20, 30, либо даже 40 лет. Они все тоже к Бри и Камамберу будут очень хорошо подходить, они будут сочетаться. Поэтому это такие, пожалуй, основные пары к данной категории сырок. Далее, если мы с вами будем идти по классификации, то тут уже появляется следующая категория – это полумягкие сыры, либо сыры с мытой корочкой. На самом деле, в рамках этой категории, вот две подкатегории сыров, о которых я сказала, тоже можем позже о них поговорить подробнее, какие сыры сюда относятся. Забегая вперед, скажу, это Langer, это может быть Edam, может быть Taledge, все эти сыры относятся к данной категории. И далее следует уже категория твердых сыров, наиболее, я думаю, распространенная на нашем рынке, наиболее широко знакомая каждому потребителю. Твердые сыры традиционно делят на две группы. Первая группа – это твердые невареные сыры, а вторая группа – это твердые вареные и прессованные сыры. И что у нас здесь получается? Твердые сыры, которые невареные, они отличаются более мягкой структурой, более нежной. А вот вареные, прессованные сыры, у них структура скорее твердая, крошащаяся, или порой даже слоящаяся, именно по мере возревания. Их срок возревания может быть относительно небольшим, 2-3 месяца, а может уже доходить даже до 3 лет, то есть до 36 месяцев, для более взрослых категорий. Что же касается внешнего вида, опять-таки сырье используется разное, чаще всего это коровье, козье, либо овечье молоко. Если мы пробуем твердый сыр из овечьего молока, то самыми известными представителями как раз-таки является испанский манчего, я думаю, многие, если не пробовали, то слышали точно об этом сыре, и итальянский пикорино. Поскольку это сыры из овечьего молока, то тут скорее характерны какие-то животные тона в аромате, во вкусе они в принципе тоже будут присутствовать. Это обжаренный бекон, это могут быть даже в редких случаях тона мокрой шерсти, шерсти животного, они встречаются. Если это козьи сыры, то здесь более пикантный аромат, с одной стороны острый, а с другой стороны встречаются оттенки орехов, миндаля, и порой они даже переходят в марципановые ноты, что тоже очень интересно. Твердые сыры, которые молодые, они скорее сливочные, а твердые сыры, которые постарше, повзрослее, они становятся более острыми, более пикантными. И тут очень много образцов, которые представлены на нашем рынке, которые многие из вас могли пробовать, путешествуя где-то по разным странам, в первую очередь в Европе, которая славится своими традициями приготовления сыра. К первым, то есть к твердым, не вареным и не прессованным, относятся канталь и мимолет, и к этой категории сыров лучше подбирать уже как раз таки красные вины. То есть если мы говорили о бри, о камамбере, там по большей части выигрышные смотрелись белые. Здесь же приоритет стоит делать в сторону красных вин. По какой причине? Канталь, мимолет, они хорошо будут сочетаться с мягкими, фруктовыми, не тельными, не тонинными красными винами, такими как Пино Нуар, Гамейс Бажале и Ботсвайгельд. Если мы уже будем переходить с вами в сторону твердых вареных и прессованных сыров, то по мере того, как крепнет тело сыра, если можно так сказать, то здесь уже и будет крепнуть дух подходящих вин. По какой причине? Есть такое золотое правило подбора вина и еды, что тело вина должно максимально соответствовать телу блюда. Поэтому в сырах мы соблюдаем то же самое правило. И по этой причине к более плотным твердым сырам нам нужны более плотные, тельные, насыщенные красные вина. Тут дополнительно следует вспомнить еще какой момент. Как правило, у твердых сыров для них характерна более высокая жирность. Обычно это 28-33%. А чтобы с этой жирностью справиться, лучше подбирать вино с более высоким содержанием кислотности. Тут может хорошо подойти испанская темпронилья, либо прекрасно справится итальянская санжевеза. Плюс большая кислотность хорошо работает с более высоким соленым характером сыра, что опять-таки характерно для твердых прессованных сыров. Соль, помимо всего, тут очень много плюсов в этих сочетаниях, она так называемый вайн-френдли компонент. То есть дружественный к пище. Что это значит? Соль будет делать красные вина более округлыми, более мягкими, более приятными на вкус восприятие. И соль позволит их, скажем так, сделать менее горькими. Что мы часто, вот как раз-таки, вот тонинность, она во вкусе, нередко у людей переходит в ощущение горечи, а соль как раз-таки сглаживает вот эти вот ощущения, сглаживает это восприятие. По этим всем принципам как раз-таки мы выбираем именно такие сыры. Плюс многие из вас могли слышать такой термин, как женим, танины и протеины. Танины, которыми так богаты красные тельные вина, и протеины, которыми богаты наши твердые сыры. Они как раз-таки здесь будут тоже в паре работать, один дополняет другое. И к этим сырам самыми распространенными являются Грюир, Эмменталь, и более, скажем так, известные сыры, которые каждый из нас точно пробовал, это Грана Падана, это Пикорино, это Манчега, о котором я уже сегодня говорила, это Пармезан, Пармиджано Риджано, и ряд других известных твердых сыров. Какие же все-таки к таким сырам выбирать вина, вот помимо этих принципов, о которых я сказала. К Грюиру очень хорошо подойдут красные ягоды, которыми богат Пино Нуар. Если мы говорим про Эмменталь, то уже к Эмменталью лучше подбирать несколько схожий ему по характеру Цвайгельд. Еще одним вином, подходящим к этой группе сыров, будет являться молодое фруктовое гаме. А более твердые, более вызревшие сыры требуют еще более плотных красных тельных вин. Самыми известными парами, пожалуй, являются Испанский Манчега, и к этому Испанскому Манчегу лучше всего выбрать бокал красного плотного тельного красного вина из Риохи. Я бы рекомендовала категории не ниже резерва. Если мы будем говорить о других парах, то это Пикорино Тоскана, Кьянти Классика, это Пикорино Сичелиано и Нера Де Авола. Это будет Грана Падана и Брунелла. Брунелла де Монтачино прекрасно подойдет. Также можно выбрать пару среди пармезана. У пармезана широкая достаточно линейка. Это может быть и Франча Корта, игристая из Ломбардии, с одной стороны, а с другой стороны прекрасно подойдет тоже Брунелла. А вот и тот же Апулийский Негра Амара. Поэтому вот такие вот принципы. Если были внимательными, я думаю, вы заметили, что тут появляется такой принцип сочетания вина и еды, как местное к местному. Как англичане, профессионалы в этой сфере говорят, it grows together, it goes together. Ну, то есть, местное к местному. Но помимо всего вышеобозначенного, как я говорила ранее, тонины, протеины, соль, тельность, все эти принципы здесь тоже работают. Если мы с вами хотим отойти, скажем так, от этих классических, уже всех известных региональных сочетаний, очень хорошо подойдет ронская сера. Просто прекрасно. Прекрасно в данном случае сработает красное бордо. У нас такой образец сегодня с вами представлен. Либо бордо-бленды из различных стран. В данном случае у нас Chateau Germain Marbusier. Это бордо, левый берег, Appellation Saint-Esteve. Здесь, как я сказала, бордо-бленд, это Cabernet Sauvignon, порядка 60%, Merlot 36%, Cabernet Franc 34%. Здесь выдержка в дубовых бочках 16 месяцев. Треть из этих бочек были новые, поэтому это еще усилило тонины. Такие вина прекрасно на самом деле подходят к твердым выдержкам. Если вы хотите попробовать какое-то менее тривиальное сочетание, то я, наверное, вас могу сегодня слегка удивить. Это будет сочетание пармезана и шампанского категории Demi-Sec, то есть полусухого. Demi-Sec это содержание сахара от 35 до 50 грамм сахара на литр. У нас тоже такой образец представлен. Это Maet Shandon Imperial Nectar, полусухой, как я сказала. И, кстати, на нектар сейчас в магазине, библиотека действует специальная цена, 108 рублей. На самом деле, такой сладкой цены у нас еще никогда не было. У вас есть прекрасная возможность попробовать его не с какими-то сырами, с голубой плесенью, как это принято при выборе полусухих вин, а уже скорее с шампанским. Удивить себя новым сочетанием неожиданным. Если вы хотите выбрать пару среди крепленных вин к твердым сырам, выдержанным, то здесь варианты тоже есть. Это могут быть те же портфейны категории Tony, но более взрослые версии, то есть тут 10, 20, 30, 40 лет, либо LBV Late Bottled Vintage. В данном случае ореховые тона, которые появляются у длительно выдержанных оксидативных портфейнов категории Tony, очень хорошо будут работать вот с этими белковыми, скажем так, компонентами, которые присутствуют в твердых выдержанных сырах. И еще одно вино, которое из крепленных, будет хорошо подходить. Если вы предпочитаете хересы, то вы можете выбрать среди сухих категорий хересов, таких как Olorosa, либо Amantiliada. Olorosa скорее к коровьим твердым сырам подойдет. А Amantiliada скорее к овечьим, из овечьего молока. Такие вот пары, скажем так, я могла бы рекомендовать к твердым сырам. А скажите, пожалуйста, вот у нас есть вопрос. Да. Сыр и мед – это хорошее сочетание? Вы знаете, наверное, сыр и мед – такое достаточно тривиальное сочетание, которое мы часто видели в различных барах, ресторанах, на сырной тарелке. Зависит на самом деле от того, какой это сыр. Абсолютно к любому сыру я бы однозначно не подбирала. То есть, повторюсь, тут надо выходить за рамки привычного и понимать, что не любой сыр хорош с любым вином, точно так же не любой сыр хорош с любым медом. Скорее, какой-то твердый сыр, но не вареный и не прессованный. Типа мимолет, канталь, вот такие вот сыры, как мы многие знаем, там голландские, с большими вот этими вот дырочками и так далее. За счет их более мягкой текстуры и легкой сластинки в послевкусии, я думаю, их можно попробовать смело с медом. Ну, однозначно так сказать, что ко всем сырам мед, конечно, нет. Скажите, а сырная тарелка – это хорошая закуска? Сырная тарелка – прекрасная закуска, но тоже необходимо учитывать правила сочетания сырной тарелки, правила ее составления. Потому что, смотрите, если опять-таки мы говорим с вами о ресторанах, то чаще всего в меню многих наших заведениях я вижу, скажем так, абсолютно противоположные по стилистике сыры на одной тарелке. С одной стороны, это правильно, и с одной стороны, это интересно. То есть вы можете за вечер попробовать разные сыры. Там может быть и бри, и камамбер, там обязательно будет твердый сыр, какой-то сыр с голубой плесенью, может быть козий сыр, может быть там небольшой кусочек свежего, невыдержанного сыра. Однако, чаще всего гости к данной сырной тарелке считают, что идеальным будет бокал вина, при том, не задумываясь, какого, а поскольку все сыры на тарелке разные, то по-хорошему каждому сыру подбирать разное вино, поскольку чаще всего они все по стилю полностью противоположны. Здесь универсального бокала вина нет. Но, как сама по себе, идея сырной тарелки, она верна. На нее можно добавлять какие-то сухофрукты, типа финики, можно там подвяленный виноград добавлять, чернослив подвяленный. Ну, скорее вот какие-то такие компоненты, да, можно там маленькую капельку меда также на эту сырную тарелку поместить. Совершенно верно. Спасибо. Да. Смотрите, еще у нас остается одна такая категория, достаточно интересная. Это сыры с голубой плесенью. В отличие от своих собратьев, которые вызревают под воздействием белой плесени, сыры с голубой плесенью развиваются, плесень развивается, работает скорее внутри сырной головы, нежели на ее поверхности. То есть если у бри у нас плесень работает на поверхности сырной головки, то у сыров с голубой плесенью она как раз таки работает внутри. Существует большое разнообразие разных сыров с голубой плесенью. В зависимости от их текстуры они могут быть очень плотными, ядреными, как английский стилтон, так и достаточно нежными, воздушными буквально, и сладковатыми, такими как итальянская горгонзола. Но независимо от этого все абсолютно сыры с голубой плесенью объединяет одно – соленоватое послевкусие, металлический привкус и очень резкий аромат. Известным сыром с голубой плесенью также является французский ракфор. Его уже как раз таки не из коровьего молока изготавливают, из овечьего. В данном случае для ракфора характерный аромат с жженой карамели, что, скажем так, тоже достаточно нетрадиционно, нетривиально для нашего человека, какие вы спросите подбирать вина под эти сыры. Есть, скажем так, какие-то золотые стандарты, золотые правила и сочетания. Чаще всего они строятся по принципу контраста, то есть к соленым сырам, с соленым послевкусием хорошо будут подходить натурально сладкие вина. Так вот просто классика жанра, известная многим, это ракфора и натурально сладкий сатерн, вино из Бордо, из Франции. Если мы будем говорить, например, о стилтоне, более плотном английском сыре, но тоже с голубой плесенью, то здесь скорее подойдет портфейн категории руби. У нас сегодня с вами руби резерв, то есть более длительно выдержанная категория базового руби, а также винтажный портфейн, поскольку винтажный портфейн, он по своей стилистике тоже руби. Что значит руби у портфейна? То есть то крепленое вино, которое вызревает без доступа кислорода. Поэтому здесь в аромате сохраняются в первую очередь тона красных и черных ягод, свежих фруктов. И они как раз-таки к сырам с голубой плесенью лучше подойдут. Ну и, конечно, это сладкое вино, поэтому контраст соленого и сладкого здесь тоже работает. Это часто очень такое удивительное, интересное сочетание. Если мы с вами будем говорить... Ну, к Стилтону, конечно, лучше подобрать винтажное на самом деле. Винтажный портфейн, поскольку сложнее вино и в данном случае будет сложнее сыр. Если горгонзола, которую многие из нас тоже любят, то здесь прям классика жанра – это венгерское вино, токай азу, тоже натурально сладкое. Такие, скажем так, основные сочетания. Если не хотите, например, натурально сладкие вина, то можно выбирать рислинг сухой, но можно выбирать и сладкий рислинг, тоже подойдут. Красные вина, кстати, в данном случае тоже будут подходить, если кто-то, скажем так, захочет попробовать. Из красных вин скорее выбирайте либо кодзюро, на котором я уже говорила, молодой, фруктовый. Это бленд сортов Гренаж, Сира, Кориньян в разных пропорциях. И хорошо будет подходить вина Юга Франции, помимо кодзюрона, такие как отдельно и Гренаж, и Сира. И хорошо будет подходить Каор, то есть вина на основе сорта винограда Мальбек. Крепленный портфейн на категории Руби – это будет Херис Педро Хименес, то есть тоже Херис, тот, который натурально сладкий. К соленым сырам. Скажите, пожалуйста, а если вот я очень люблю пиццу с сыром, есть ли какое-то вино, которое подойдет к сырной пицце? Есть. Смотрите, ну, конечно, зависит от того, какой у вас сыр у этой пиццы. Если это пармезан, который нередко используют, либо пекорино, часто могут уже натирать, то тут, конечно, следует ориентироваться, как правило, такая пицца будет и с какими-то мясными компонентами, то тут скорее стоит ориентироваться именно на вина для данной категории сыров, о которых я вам говорила. Красные, более плотные, тельные, насыщенные. Если это пицца с моцареллой, что тоже нередко мы знаем, готовят в Италии такую пиццу, мы любим очень эту пиццу, то это как раз-таки мы с вами попадаем в первую категорию сыров, свежих, невыдержанных, молодых. Что для этих сыров характерно, вот вернулись к началам, к нашим истокам, они созревают в рассоле соленом, они созревают недлительное время, могут несколько часов, могут доходить до нескольких недель, в очень-очень редких случаях 12 месяцев, но это скорее исключение. И они имеют нежно-белый цвет, и они по структуре абсолютно идентичны, что снаружи, что внутри, на разрезе. У них нет корочки, поскольку они максимально молодые. Жирность у них самая минимальная, то есть, скажем так, это самые здоровые сыры, 19-21% на 100 грамм сыра. И за счет такой мягкой структуры, то скорее будут выигрышно смотреться белые вина, нежели красные. Из белых в первую очередь стоит обратить внимание на Sauvignon Blanc, либо Pinot Gris. Sauvignon Blanc за счет своей минеральности, особенно французский, хорошо будет подходить, и за счет своих вот таких вот легких травяных, цитрусовых тонов, тонов крапивы, крыжовника. Прекрасно будет подходить к такому легкому, невыдержанному сыру. Также такой автохтон, как Тарантес, аргентинский, тоже представлен на нашем рынке, достаточно доступный, при этом интересный вина, можно их найти. Поэтому в первую очередь это белые вина, повторюсь. Скажите, а вот если я, допустим, захотела приобрести маяк-нектар в библиотеке, которая из Москвы, и захотела подобрать еще к нему сыр, какой можно купить в библиотеке подходящий сыр к Майдену? Смотрите, к маяк-нектар, как я уже говорила, это может быть пармезан. Пармезан в библиотеке, по-моему, представлен. Надо посмотреть. Представлен, да? Вот подсказывают коллеги мои, пармезан у нас представлен. Можно, это то сочетание, о котором я говорила, нетривиальное. И также, поскольку это полусухой стиль шампанского, то здесь уже можно и подбирать вот эти так называемые сыры с голубой плесенью. То есть, в принципе, вы тоже и все можете попробовать. Тут большее остаточное содержание сахара, как раз-таки с соленым сыром хорошо справится. И плюс жирность, кстати, у сыров с голубой плесенью, она такая тоже достаточно большая, там в среднем 30%, 28-30%. Тоже вот высокая кислотность шампанского, она нам позволит в гармонии держать эти характеристики. У нас еще тут есть вопрос. А есть ли универсальное вино под веганский сыр? Универсальное вино под веганский сыр. Я даже догадываюсь, кто задает этот вопрос. Не знаю, я бы какие-то смотрела бы скорее белое Бордо, купаж, соведьон, семильон. Тоже приходите в библиотека спирита. У нас есть замечательное вино, выдержанное полгода на осадке. Это Шато Сент-Роберт из Коммунный граф в Бордо. На мой взгляд, плюс это еще белое вино, как раз-таки вот этим вот понятием веганских продуктов, произведенных без участия продуктов животного происхождения, они будут соответствовать. Я бы скорее какие-то такие белые, не с сильно выраженным характером подбирала бы сыры. А есть ли у вас любимое сочетание сыра? Вина. У меня любимое сочетание сыра и вина. Трудно сказать. Наверное, это то сочетание, которое мне будет дарить какое-то максимальное удовольствие. На самом деле, оно будет дарить максимальное удовольствие в зависимости от вашего настроения, от времени суток, от той компании, от того места, где вы находитесь. Наверное, все равно самые удачные сочетания сыра и вина у меня были, мне встречались где-то в путешествиях. А это могли быть и твердые, выдержанные сыры в Испании, да, там с бокалом. Риохи, Рибера Дальдуэра. Это могли быть какие-то более легкие, такие греческие, типа феты, сыры, опять-таки, в греческих салатах. И тут уже все-таки были более уместны легкие кислотные белые цитрусовые вина с цитрусовым характером. Поэтому однозначно назвать свое любимое сочетание я не могу. Главное, чтобы оно приносило вам удовольствие. Но все-таки вот от этих правил, золотых стандартов сочетания, тоже следует отталкиваться при подборе. А есть ли какое-то сочетание, которое вы бы посоветовали попробовать на мальчику, который решил попробовать сочетать вино и сыр? Я бы пробовала бы с простых пар. Правда, я бы брала, например, какую-то фету и рикоту, ну вот для начала, да, и брала бы, ее бы сочетала с савиньон-бланом. Но тут важно савиньон-блан без выдержки в дубе, то есть максимально такой легкий, нейтральный савиньон-блан. Либо тоже базовая итальянская, североитальянская Пиногри, Пиногриджо. Пробовала бы такой вариант. Потом бы пробовала Бри либо Камамбер, и тут бы уже отыгрывала бы историю с бочковыми Шардоне, либо Вианье. Либо посмотрела, как они на контрасте смотрятся с недорогим красным Кот Дюрон. Это тоже достаточно доступный вина в своей ценовой категории. При этом это Франция уже с более высоким уровнем качества. Я бы обязательно пробовала бы твердые сыры, выдержанные типа Грана, Падана. И пробовала бы их опять-таки из более простых базовых сочетаний, что обычно понятнее, доступнее новичку. Возьмите Апулиска и Негра Амара. Попробуйте с ним. Либо Пекорино, сицилийский Пекорино, Нера Де Авола тоже широко представлены на нашем рынке. Библиотека Спирица Токузумана, такой крупно известный бренд, который специализируется на сицилийских винах. И в том числе у них есть и купажи, и моносортовые вины из Нера Де Авола. Если говорить о Кьянте, о Тоскане, то, конечно, Тосканский Пекорино, Пекорино Тоскана и Кьянте Классика даже лучше будет, интереснее в данном случае. То есть тут можно и прописывать вот эти, пытаться искать ароматические, вкусовые составляющие и сыра, и вина. То есть тренировать и сыр, и вино. То есть вот таким образом. И обязательно пробуйте пару сыр с голубой плесенью и сочетайте с натурально сладкими винами. Если Сатерн там по какой-то причине немножко недоступен, смело обратите свой взор на портвейной категории Руби. Для начала это будет очень хорошо. И вы поймете, как интересно сладкое с соленым сочетается. Спасибо большое за ответ. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что что-то было сегодня интересное, полезное. Кстати, забегая несколько вперед, могу сказать, что буквально на днях выйдет свежий номер журнала «Культура питья». И как раз-таки в этом журнале я опубликовала свою первую статью по теме сочетания сыра и вина. Как раз-таки по нашей сегодняшней теме. Буквально на днях он появится на полках, на прилавках страны. Поэтому приобретайте. Там намного шире расписаны все категории сыра, подходящие вина, почему они подходят, с примерами. Поэтому мне будет приятно, если что-то полезное вы для себя вынесете. И на этой неделе мы объявляем по нашей старой доброй традиции промокод. Можем его назвать «сыр». Можем назвать «сыр и вино». Как вы запомните, как вам будет удобнее, на все три вина. Это «Домензиумон» с «Энгельберт». Шардоне выдержаны на осадке. Это наше славное доброе «Бордо» «Шато» «Жерман Марбузе» с «Сент-Эстеф». И это портфейн категории «Руби». В данном случае «Руби Резерв» от производителя «Дальва». «Маэт Нектар», как я говорила, у нас и так на длительной акции. Поэтому он и так будет по согласованной цене за 108 рублей. Все остальные вина вы сможете купить со скидкой 15%, назвав наш промокод. Спасибо. Спасибо вам. Да, до свидания. Ну? Ай, может...